Современный терроризм на самом деле это то, что называлось 40 лет назад национально-освободительным движением. Это борьба с империализмом. Победить его нельзя, потому что это борьба народов с мировым порядком. Просто она носила марксистский и леворадикальный характер 50, 60, 40 лет назад. А сегодня она носит религиозный характер, потому что марксизм как мотивация борьбы дискредитирована. То есть, ну, сегодня левая идея, она стала слабой, конформистской. Она в значительной степени инфильтрована агентурой мирового порядка, агентурой мирового правительства. Это используется, там, допустим, левый сегодня в Брюсселе является составной частью бюрократии Евросоюза. Тот же Оланд, например, да, это левый, с одной стороны, он же социалист, он член социнтерна. С другой стороны, это душой и телом преданный Евросоюзу чиновник. Ну, какая может быть сегодня левая идея? Конечно, есть какие-то троцкисты, но это не фактор. Вот. Сегодня сопротивление носит религиозный характер, потому что складывается стихийно, а, несомненно, после этого будут и идеологи, и философы, которые это доведут до академической формы, стихийно складывается новая политическая теология, теология сопротивления, но не такая, как у латиноамериканских попов в 60-е годы, которая была, кстати, непризнанная, осуждена Ватиканом, а вот именно радикальная теология сопротивления, освобождения, которая связана с столбовой линией религиозного сознания, идущего там в глубь веков. Всегда, я напомню, всегда политическая борьба низов против верхов шла под религиозными знаменами. Напомню, что войны, крестьянские войны в Германии, там, 7-летняя, 30-летняя война, Мюнцер, Гуситы, Адамиты, сопротивление катаров и альбигойцев, там, в четвертом крестовом походе против католического мира, да, это все носило религиозный характер. Вот, просто в период марксизма все привыкли, что политическая борьба объясняется распределением благ, вот, там, прибавочной стоимостью и так далее. Этот мусор сегодня уже обанкротился идеологически. То есть, понятно, что люди воюют за смысл жизни, а кусок хлеба там больше-меньше, справедливо-несправедливо, это производная от этих сверхзадач, от смысла жизни. Вот, поэтому, конечно, борьба будет религиозной, она будет шириться. Терроризм — это просто клеймо, которое ставят спецслужбы империалистических государств, которые, естественно, защищают свои империалистические интересы. А есть еще терроризм, который производится для имитации, так называемый фоллс-флаг, имитации спецслужбами. То есть спецслужбы делают постановки для того, чтобы иметь на руках материал, которым запугивает население. Ну и тут уже, собственно, надо разбираться, где акция, идущая от сопротивления, где сопротивление использовано через анфильтрованных туда АЗФов. Напомню, что АЗФ, как двойной агент, уничтожил 30 крупнейших фигур царского эстаблишмента, включая великого князя Сергея Александровича. Вот при этом он был двойной агент, да, так сказать, как бы чей только, непонятно в чью пользу. Вот, но, значит, есть еще постановки, которые целиком проведены, просто впрямую проведены спецслужбами, фактически без участия даже в темную каких-то представителей сопротивления. То есть просто чисто спецслужбистские операции. Вот, и здесь надо, конечно, смотреть. Ну, если вот посмотреть на 11 сентября 2001 года, сейчас уже по прошествии времени ясно, что это целиком постановка спецслужб США и Израиля. То есть фактически там арабов вообще не было. Вот на борту этих самолетов не было арабов. Они не нужны были, потому что самолеты наводились через автопилоты на эти. И они были не главными средствами разрушения самих небоскребов. Тем более, что седьмое здание номер семь, оно упало само без самолета. Ну, и мы знаем, что в Пентагон попала ракета, а не самолет. Так что здесь как бы вот чистый случай работы сверху. Но есть случаи, когда используются в темную через агентуру представители либо сопротивления, либо создается квазисопротивление. То есть создаются ячейки фиктивные из молодежи, которые вербуются в темную агентурой спецслужб, именно для того, чтобы устраивать постановочные акты. Такое тоже есть.